Добрый вечер, в эфире Визитка Рачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Пресечено свыше 2000 нарушений закона антикоррупционного законодательства. В прокуратуре подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. 31-я годовщина со дня образования системы МВД России специализирована в подразделении дознания. Ряду сотрудников вручили ведомственные награды. Святой обители 180 лет в Покровской церкви Черкеска отметили престольный праздник богослужениями Крестным Ходом. Фестиваль «Дружбу» прошел в Черкесске. Для участников организовали мастер-классы по ремеслам и плетению и подготовили концерт. Обсуждение результатов противодействия коррупции в Карачаево-Черкесии за 9 месяцев текущего года. В прокуратуре республики прошел круглый стол по вопросам антикоррупционной тематики. О результатах работы ведомства отчитался старший помощник прокурора республики Радмир Баташев. Подробности у Али Баташева. Старший помощник прокурора республики Радмир Баташев отметил, что в минувшем году прокурорами пресечено свыше 2400 нарушений антикоррупционного законодательства. Правоохранительными органами за 9 месяцев текущего года возбуждено 172 уголовных дела. Причиненный ущерб составил 57 миллионов рублей. Из них у нас где-то 50 уголовных дел это по фактам взяточества. Также если мы проведем определенную параллель, посмотрим на динамику, то у нас на 25% выявлено больше преступлений именно по делам по взяточным, чем за аналогичный период прошлого года. Федеральный закон номер 230 по контролю за расходами должностного лица предусматривает, если по результатам проверки установлено, что должностное лицо приобрело имущество на неподтвержденные доходы, то оно должно быть обращено в доход государства. На сегодняшний день прокурор республики обратился в Черкесский суд с двумя заявлениями. Это у нас получилось, когда два должностных лица суммированы, доход в период декларационной кампании у них составлял около 38 миллионов рублей, то данные должностные лица приобрели имущество на 255 миллионов рублей. Сейчас заисковые заявления находятся в производстве Черкесского городского суда. Еще одним распространенным нарушением антикоррупционного законодательства является конфликт интересов, отметил Ратмир Баташев. Выявлялись факты непринятия мер по конфликту интересов. Например, у нас в городе Карачаевске, в Карачаевском районе, в Хабьевском районе установлены факты нахождения в прямом подчинении должностных лиц. Это когда директор муниципального казенного учреждения, мать замечала должность директора, а сын ее замечал должность заместителя директора данного муниципального казенного учреждения. По итогам прокурорского вмешательства устранялись нарушения в сфере бюджетных правоотношений при осуществлении закупок, предоставлении государственных и муниципальных услуг. Мерами прокурорского реагирования пресечено свыше 130 коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах. В работе круглого стола участвовали представители регионального отделения Народного фронта, Общественные палаты Республики и Управления главы Карачаева-Черкесии по вопросам противодействия коррупции. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В МВД по Карачаевой Черкесской Республике прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине со дня образования в системе МВД России специализированных подразделений дознания. Ряд сотрудников подразделения дознаний и территориальных органов МВД на районном уровне получили ведомственные награды. Министр внутренних дел Республики Владимир Нефедов выразил глубокую уверенность в том, что и впредь сотрудники будут с достоинством и честью исполнять свой служебный долг по защите законных прав и интересов жителей Карачаева-Черкесии. Также руководитель ведомства пожелал профессионального долголетия и крепкого здоровья. Развитие животноводства, в частности овцеводства, является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве Карачаева-Черкесии. В Республике есть богатый опыт и условия. Эти факторы стали причиной привлечения одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов группы компании Домэте. Как все начиналось, какой принцип работы на заводе, об ассортименте продукции и о планах производства расскажет Альбина Ламкова. Крупнейший сельскохозяйственный холдинг группы компании Домэте запустил завод по обои переработки баранины в 2022 году. Строительно-монтажные работы вели в Черкесске на мясоперерабатывающем предприятии «Кавказмясо». Модернизацию выполнили в рамках реализации проекта по производству баранины в Северокавказском федеральном округе. По уровню технической оснащенности и количеству внедренных решений, производственные объекты компании не имеют аналогов в стране. Пойдем сейчас в цех упаковки, там мы увидим вакуумное оборудование, которое позволяет производить упаковку практически любого размера готового продукта. На заводе проведена масштабная реконструкция. Это позволило увеличить число рабочих мест. Сейчас мощность предприятия составляет 25 тысяч тонн в год. По проекту в будущем объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Инвестиции в перевооружение предприятия составляют более 3 миллиардов рублей. Особое внимание компания уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Сегодня ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и огнятины, фарши, маринады и консервы. Продукция сертифицирована по стандартам халяли-кашер. Востребована не только в России, но и за пределами страны. Есть собственный магазин. Для наших жителей это положительный момент. Свежее мясо, которое есть на любой выбор, можно сказать. Цены достаточно приемлемые. Все чисто, аккуратно. Инвестор ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств в Корчаево-Черкесии. С этой целью компания завезла партию в Корчаево-Черкесию из 137 племенных овец лучших зарубежных пород для дальнейшей работы по улучшению поголовья и созданию племенного ядра высокоэффективных животных. Животноводческая ферма расположилась в поселке Ударном, поэтому и рынок сбыта гарантирован. Кроме этого, Доматэ ориентирована на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств. В этих целях организовали экскурсию для фермеров. Сельхоуструженники увидели работу современных линий по обвалке мяса. Убои, разделки и упаковки ознакомились с работой холодильного оборудования. Все хорошо по современной технологии. Надеемся, что наша продукция, как бы сказать, ну наш скот, мы привезем их сюда, будем сдавать. Еще в этом году был открыт цех по производству консервов. В качестве сырья для его производства используют баранину-индейку. Ассортимент консерва включает готовые блюда – баранину тушеную и классическую индейку тушеную и по-домашнему. Производство состоит из отделений фасовки, стерилизации, упаковки, складок готовой продукции, в вспомогательных и бытовых помещениях, таких как хранение овощей и специй, помещения для их приготовления и ряд инфраструктурных объектов. Смотреть за машиной, чтобы работало все как часики. Так все хорошо. Зарплата устраивает? Да, зарплата устраивает. Еще специалисты Домотэ консультируют и предоставляют услуги фермерам в области кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями. И стандартами сельскохозяйственной отрасли. Альбина Ламкова, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя в горах с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах сильные, ночью и утром местами туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром порывы будут до 15-18. Температура ночью плюс 3-8, в горах минус 2-3, а днем 8-13 выше нуля, а местами до плюс 6. В Черкесии ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром будут порывы до 18. Температура ночью 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. В Покровской церкви Черкесска отметили престольный праздник и 180-летие самого храма. Жители и гости Черкесска по традиции прошли целыми династиями, чтобы принять участие в богослужении. За мероприятием наблюдал корреспондент Артур Мхце. Покров Пресвятой Богородицы – один из наиболее почитаемых в православии праздников, а для Покровской церкви Черкесска и прихожан вдвойне значимый. В нынешнем году престольный праздник они отмечали вместе с юбилеем самого храма, который был построен 180 лет назад. Считается, что молитва икони Покрова Пресвятой Богородицы помогает верующим осознать, что они не одиноки, а находятся под абсолютной защитой от бед, болезней и многого другого. По традиции прихожане посетили богослужения целыми династиями. Прошло много лет, а был период, когда были гонения на казачество. Боялись даже произносить слово «казак». Но мы сохранили. Мы сохранили традиции казачества. Я вижу, передаются из поколения в поколение. Да, из поколения справа. Это сын у меня, Анатолий. Слева внук. Это брат. Это племянник двоюродный. Ну, короче, вся семья здесь в сборе казаков. Прихожане приняли участие в праздничном богослужении и крестном ходе вокруг церкви. После чего про таерей Александр Нардов рассказал о непростой судьбе самого храма. Долгое время собирали на него средства. Долго его хотели, желали, собирали, строили и до сих пор хранят. Когда-то он был на грани разорения. Когда взорвали Никольский собор города Черкеска, собирались уничтожить и Покровскую церковь. Однако во многом благодаря самим прихожанам церковь удалось сохранить, перенеся ее на нынешнее место. По словам настоятеля, для многих это не просто религиозное сооружение, скорее свой второй дом, где люди могут чувствовать себя защищенными от многих бед. В этот день были поздравления от властей Карачаево-Черкесии и региональной столицы, а также от представителей казачества. К слову, кубанское казачье войско отметило очередную 327-ю годовщину своего образования. В память о жертвах репрессий потомки погибших казаков возложили цветы к мемориальному сооружению на территории Покровской церкви. Артур Махце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесии наградили победителей регионального этапа федеральной премии «Мы вместе». Торжественная церемония прошла в Центре молодежного инновационного творчества. Вручавший лауреатам грамоты и ценные подарки министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов отметил значимость каждой представленной заявки на несколько десятков претендентов и сразу пять победителей проекта «Страна возможностей», который позволил продемонстрировать самые разные добровольческие инициативы. Среди них как некоммерческие организации, как уже имеющие по послуженном списке награды и поощрения, в том числе и от головы государства, так и индивидуальные предприниматели. Следует обратить внимание на то, что было подано на региональный этап 36 заявок. Из этих 36 заявок экспертным жюри, как региональным, так и федеральным, было отобрано пять победителей. Следует отметить, что основные критерии, на которые обращались внимания, это эффект от реализации данной социально значимой инициативы, то есть какие задачи были поставлены, какая цель была изначально поставлена в рамках реализации данной социально значимой инициативы, какие целевые группы имели место быть и, конечно, те результаты, которые были получены по итогу. То есть здесь речь идет о обычном план-факт и, конечно, социальная значимость. Бесконечные улыбки, добрые глаза и искренние эмоции. Это фестиваль дружбы народов в Черкесске. В филармонии на праздничное мероприятие пригласили детей с ОВС и семьи, прибывших из новых территорий. Для участников организовали мастер-классы по ремеслам и плетению, показали выставку народных промыслов, украшений и элементов национальных костюмов. На праздничном концерте взрослых и детей порадовали выступления хореографических ансамблей и артистов Карачаева Черкесии. Фестиваль стал завершением масштабного проекта «Культпоход», поддержанного президентским фондом культурных инициатив. Социокультпоход – это такой проект, который мы организовывали для жителей, приехавших из Юго-Восточной Украины, для того, чтобы их познакомить с нашей культурой, с нашими обычаями. Проект длиной 8 месяцев, который показал нашим гостям культуру, жизнь, обычаи наших народов. Сегодня такой финальный день, завершающий данного проекта. Фестиваль, праздник для наших гостей. Очень радует то, что мы получили огромное количество положительных отзывов о людей, которые посетили наши исторические объекты, культурные места. И хочется выразить огромные славы благодарности всем нашим волонтерам, организаторам. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова